Хорек – небольшое животное, отличающееся гибкостью, изяществом и очаровательной мордочкой. Несмотря на короткие ноги зверька, они мускулистые и сильные. Он не только может лазать по деревьям и рыть норы, но является еще и прекрасным пловцом. Кроме того, животное обладает уникальной подвижностью, поэтому зверек не может спокойно усидеть ни одной минуты. А домашненные много столетий назад. Сегодня хорьки завоевали сердца множества поклонников по всему миру. Мы с мужем где-то года четыре, наверное, хотели завести хорька, не решались, изучали в интернете, насколько все это будет сложно. А потом он работал у меня в Туле и увидели объявление, что хорька отдают за тысячу трехмесячного щенка. Он поехал посмотреть, а ему выносят хоренка и пакетик корма для грызунов. Хорьки вовсе не грызуны. Это самые настоящие хищники. Близкие родственники норок и куниц. И питаются они, как хищники, мясом или, в случае с домашними хорьками, кормами, предназначенными для собак. Кстати, их характер и поведение сравнить нельзя ни с кошачьим, ни с собачьим. Хорюк в доме – это маленький ребенок еще один. То есть все шкафы желательно на детских замках. Вся химия, все, что может быть погрызено, желательно убрать. Иначе достанут, раскопают, повыкидывают вещи из шкафов. У меня вот мой любимый Степа сожрал нос, ботинка. Тапчик целых в доме сейчас нет просто вообще. Две моих девицы у меня регулярно воруют компьютерную мышь, если только я от компьютера отвернусь. А я работаю с ней. То есть потом приходится по всему дому ее искать, куда они ее уволокли. Кстати, та первая девочка, которая появилась у Алексея и Елизаветы, прожила всего два года. Неправильный корм и уход у первых хозяев, к сожалению, сильно ударили по ее здоровью. Но она стала началом целой истории любви. Любви к хорькам, которую поймут только обладатели этих маленьких шерстяных дракончиков. Пришли в магазин посмотреть корм хорячий, а там сидят два хорючка в клетке. Ни еды, ни воды, ни гамака, ни лотка, ничего. Ну, естественно, это вы мои хорошие, мне вас жалко. Одна лись, вторая кусь, которая лись поехала со мной домой. Спустя время супруг Елизаветы начал вести группу ВКонтакте, где давал рекомендации по уходу за хорьками. В нее начали писать люди, которые находили потерянных или беспризорно бегающих по улице хорьков. А Елизавета и Алексей стали забирать таких домой и после пристраивать к новым хозяевам. Первого хорька нашли в Дядьково, в садовом товариществе. Мы поехали ее забрали, пристроили. Буквально прямо через несколько дней напротив нашего дома, около пятерочки, опять написали, что бегает хорек. Нашли, тоже пристроили. И вот нам с потеряшек девчонки говорят, ну раз они к вам идут, наверное, это ваши. Интеллектуальные, веселые, подвижные, шустрые хорьки требуют очень много внимания. Выдерживает такого члена семьи не каждый. Потому отказываются, проще завести беспроблемную кошку, например. К тому же при сообразительности и ловкости хорьки запросто могут сбежать. Вот где мы сейчас живем на квартире, там получается квартира старая и там трубы идут на сквозняк из санузла в ванну и в кухню. Вот одна из наших девиц научилась запрыгивать на ванну, спрыгивать под раковину и дальше шуровать где хочет. Так вот сегодня я поняла, что она научила этому всех остальных. Часто хозяевам приходится отказываться от щенков в связи с возникшей аллергией. Сегодня еще одной проблемой содержания стало отсутствие в продаже корма. В этом отношении хорьки требовательны. Некачественный корм вызывает серьезные проблемы с ЖКТ. Сегодня у Алексея и Елизаветы живет 8 хорьков. Попавших в трудную ситуацию – зверушек. Супруги поддерживают, пристраивают и следят за их жизнью. Если вы купили хорька и поняли, что это не ваше животное, вам помогут найти ему новую семью. Нашли хорька на улице? Не проходите мимо. Свяжитесь с фондом через группу ВКонтакте. Его заберут, при необходимости пролечат и найдут ему новых родителей. Просто хотите помочь хорькам? Напишите или позвоните. Вам расскажут, как это сделать. К слову, все хорьки, находящиеся под опекой фонда, обязательно проходят ветеринарное обследование с проведением при необходимости хирургических операций, лечения и реабилитации. И только после этого для них ищут новую, лучшую семью. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».